Казахстанцы жалуются на магазины. Покупатели говорят, что участились случаи продажи некачественных или просроченных товаров. А вот сами предприниматели напротив заявляют продукты, разбирают так быстро, что на прилавках залеживаются не более 2% товаров от общего объема. Наш корреспондент Нургали Карабаев узнавал, как уберечь себя от покупки старых продуктов. Пенсионерка Жан-Илсен Лукпанова одна из тех, кто стала владельцем просроченного товара. Женщина купила в одном из магазинов города колбасу. В тот день она забыла очки дома и не смогла разглядеть срок годности товара в магазине. Уже у себя на кухне пенсионерка увидела, что продукт просрочен. А в магазине Жан-Илсен Лукпановой отказались возвращать деньги. Пошла, хотела сдать магазин, однако у меня его не приняли, потому что чека не было. Чека мне не давали. Ну, пришлось выкинуть колбасу. Жан-Илсен Лукпановой можно считать еще повезло. Она не успела съесть испорченный продукт. А ведь многие вообще не смотрят на дату годности, доверяя магазину. Если не заметил, употребил, то, конечно, может быть расстройство, может быть пищевое отравление, недомогание. Опытные покупатели знают, на какой именно продукции срок годности нужно смотреть обязательно. Это так называемые скоропортящиеся товары, к которым относятся молочные, колбасные, кулинарные, кондитерские изделия, салаты и рыба. Кроме самой маркировки, эксперты также настоятельно рекомендуют требовать у продавца чек. Без этой бумажки потребитель останется один на один со своей проблемой. Участившиеся случаи продаж просроченных товаров общественники видят в проблеме в законе о защите прав потребителей. Ныне действующий закон о защите прав потребителей позволяет нашим недобросовестным предпринимателям продавать товары ненадлежащего качества. Если это продукт питания, а не продали испорченный, то в лучшем случае только вернут стоимость этого товара. И никакие больше наказания он не получает. Сегодня примерно 90% случаев покупки просроченных товаров заканчиваются досудебным разбирательством. Зачастую предприниматели соглашаются обменять товар или вернуть деньги. А 10% приходится выяснять, кто прав, кто не прав в суде. Но даже суд редко выносит решение в пользу пострадавшего. При этом сумма морального ущерба всегда оказывается мизерной.